Я рада вас приветствовать на моем канале. 17 июля, 4 июля по старому стилю отмечается народный праздник Андрей Налива. Согласно церковному календарю, в эту дату верующие вспоминают преподобную Марфу, а также иконописца Андрея Рублева. В народе отмечают день Андрея Наливы, который назвали так потому, что к этому дню обычно наливались овсяные колосья. В этот день крестьяне молили небо о дожде, ведь сегодня, по приметам, он сулил урожай и благоприятствовал посевам. На Марфу обычно занимались чисткой овсяного поля, а после тяжелого дня обязательно готовили кашу из овса. Первым давали ее съесть коням, ведь для крестьян было важно, чтобы они не болели и были полны сил и энергии. От их выносливости зависело, как пройдет жатва и уборка хлеба. Хозяйки на Андрея выпекали овсяное печенье, коржики или булочки, которыми угощали соседи, друзей и странников, а также не забывали о нищих. Девушки, желающие поскорее выйти замуж, 17 июля проводили специальный обряд. Варили кисель из овса, съедали его в одиночестве и после облизывали тарелку. Из нее же ели в течение дня овсяную пищу. Вечером эту тарелку, наполненную едой, ставили на подоконник, шепча такие слова. «Суженый, голодный шел, да миску мою нашел, из нее поел, меня забрать с собой захотел». И трижды перекрестившись, ложились спать. По примете, после проведения такого ритуала, девушка очень скоро должна встретить суженого, который будет ей верен всю жизнь. Если в семье были раздоры и недопонимания, в день Андрея Наливы ходили просить помощи у яблоньки. Срывали с нее яблоко и разрисали на две половинки. Одну нужно было съесть мужу, а вторую – жене. Остатки плода закапывали у молодого дерева. 17 июля традиционно занимались сбором вишни. Первую горсть ягод всегда съедали незамужние девки, не утирая рот, чтобы на их сладкие уста слетались все парни. Часто с девушками ходили и детишки, которые не только собирали вишню, но и ели ее в досталь, чтобы потом весь год не болеть. Ведь, согласно поверью, первые ягоды обладают большой целительной силой. В день Марфы 17 июля обычно обращались к любовной магии. Женщины отваживали соперниц от своих вторых половинок. Девушки же, напротив, пытались приворожить парней. Проводили такой ритуал, чтобы парень вечно любил. Для этого 17 июля брали молодые яблочки и горсть вишен, готовили из них компот, но только не добавляли сахар. Потом нужно было взять чашечку напитка, выпить немного и сказать такие слова. «Раб Божий, приходи, компот мне подсласти. Кисло мне пить его без тебя, добавь сладости туда. Затем необходимо было кинуть чашку, немного сахара и произнести. Сладок напиток, да горько на душе, без тебя, раб Божий, грустно мне. Ты ко мне приходи, да меня развесели». Затем следовало выпить остаток напитка. Сегодня по церковному календарю день преподобного Андрея Критского. Также сегодня отмечают День Ангела Андрея. Именины Андрея можно праздновать несколько раз в году. 17 июля – это один из таких дней. Он особенный и священный, а приметы на 17 июля помогут всем, кто к ним прислушается. Сегодня люди празднуют именины Андрея. Этот святой почитается как спаситель и помощник всем страждущим. И он не менее значим, чем Николай Чудотворец. Существует даже специальная молитва Андрею, которая в этот день обладает особой силой и способна принести счастье и помочь каждому, кто с ее помощью обратится к святому. Приметы на 17 июля говорят, что издавна День Андрея считался очень удачным для любовной магии. Девушки сегодня гадают на суженого и проводят различные любовные обряды. Вообще, этот день принято проводить со второй половинкой. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей может развести пару, если обоим плохо быть вместе. Самые удачливые сегодня те люди, которые празднуют именины, те, кто носит имя Андрей. Они могут смело загадывать желание и просить помощи у своего покровителя. Согласно приметам, какая погода сегодня, такой она будет и 11 августа. Дождь на Андрея приносит духовное и телесное очищение. Лучше сегодня не начинать новых дел, а заканчивать старые. Сегодня принято праздновать и думать о хорошем. Приметы на 17 июля говорят, что Андрей в этот день самые удачливые, а их желания будут сбываться. Сегодня нельзя давать в долг и брать взаймы. Сон, который сегодня приснится, осуществится в течение месяца. По старинным поверьям, главное, что нельзя делать 17 июля в день Андрея на Ливы, нельзя оставлять ребенка без присмотра. Особенно это касается младенцев. Наши предки верили, что в этот опасный день повсюду разгуливает нечисть, которая может настолько сильно напугать малыша, что он перестанет спать по ночам или же вовсе начнет заикаться. Запрещены в этот день любые финансовые операции. Тот, кто ослушается, в итоге потеряет крупную денежную сумму, которую невозможно будет вернуть. Нельзя в день Андрея ремонтировать обувь и одежду, поскольку это действие сможет спровоцировать неудачи в личной жизни, расставание со второй половинкой, ссору с другом или даже полное прекращение общения с близким человеком. По этой причине лучше починку вещей перенести на другое время. Не рекомендуется 17 июля покупать одежду, так как обновки в этот день могут стать причиной проблем со здоровьем. Нельзя в этот день ходить в гости с пустыми руками. Жадность и беспечность чреваты крупными денежными проблемами. Во избежание неприятностей сегодня нужно иметь при себе хотя бы небольшой презент для хозяев дома. 17 июля не стоит обтираться, если попали под дождь. Дело в том, что дождевые капли в день Андрея обладают целительной силой. Поэтому лучше просто дать им обсохнуть. Тот же, кто утрется, может привлечь к себе разные недуги. Запрещается сегодня гнать от себя привязавшуюся собаку. Она в этот день считается защитником от бед и неприятностей. Ее нужно обязательно угостить и переласкать. Если же не послушаться совета, можно оказаться в сложной ситуации, выбраться из которой самостоятельно будет очень сложно. Но и помощи отвлительных людей или близких тоже не придется ждать. Везде будет отказ. 17 июля нельзя убивать комаров и мух, иначе их количество только увеличится. Их можно лишь отгонять от себя. И лучше это делать березовой или ивовой веткой. Считается, что сегодняшняя погода предсказывает погоду 11 августа. Если облаков сегодня много, примета к погожему дню. Гром в день Андрея громкий будет град. Если в этот день куры спрятались в курятнике, как только задождило, примета, что ливень ожидается затяжной. Если вечерняя и утренняя зори красного цвета предстоит ненастная погода. Если лес шумит, примета к солнечному дню без осадков. В день Андрея принято зверобоем дом окуривать, чтобы нечисть не проникла в него. 17 июля в долг не дают и не берут. По примете, это к денежным затруднениям. Считается, что рожденные в этот день обладают веселым нравом. У них прекрасное чувство юмора. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Субтитры создавал DimaTorzok